Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу прощения, что не был на предыдущих докладах. Но косвенно я вижу, что немножко наши доклады пересекаются. Пожалуйста, мой доклад. Значит, я представляю 62-ю больницу, если кто может не знает, это Московская онкологическая больница. И у нас есть прекрасная молекулярно-генетическая лаборатория, в общем, похожая по мощности, как у Евгения Наумча. И вот Евгений Наумч попросил меня сделать доклад, видение врача молекулярно-генетических тестов и вообще маркеров для выбора терапии. Вот как обычно, это делается в обычной рутинной клинической практике. Ну, чем могут нам помочь маркеры? Они определяют риск развития опухолевого заболевания, об этом Евгений Наумч уже сейчас блестяще рассказал. Это уточнение диагноза. Сегодня есть группы болезней, при которых наличие молекулярного маркера фактически это знак равенства диагноза. То есть, это уже конкретная болезнь. Ну, и создание некого портрета и подбора персонализированной терапии. Ну, вот это спектр, может быть, он даже не до конца полный, который должен сегодня выполняться молекулярно-генетической лабораторией вот в крупном онкологическом учреждении, если она есть. Это вот рак молочной железы. Синеньким здесь выделены те маркеры, которые еще пока не стали рутиной, но которые в ближайшее время должны стать рутиной, потому что это имеет значение для назначения гормонотерапии в том числе. А здесь появится еще один новый класс лекарственных таргетных препаратов. И для меланомы тоже, по всей видимости, это рано или поздно будет иметь значение. Таким образом, мы имеем БРК, ХЕР, маркеры колоректального рака, целая группа маркеров рака легкого. Опять БРК для рака яичников, для гастроинтестинальных стромальных опулей, потому что от того, какая там мутация, зависит выбор терапии. Для меланомы, безусловно, без БРАФ сегодня меланома не лечится. Или ЦИКИД, что может встречаться у пациентов с меланомой слизистых. Ну и, конечно, MSI – это такой тест, который для опухоли различной локализации, но, тем не менее, это может иметь смысл для проведения иммунотерапии. Ну, еще раз вернемся к раку молочной железы. Риск заболеть раком молочной железы, он большой и он растет, к сожалению. И если мы посмотрим, вот наследственный рак, то его приблизительно 20%. А среди наследственного рака мы имеем еще большую долю БРК позитивного рака молочной железы. БРК мутированного рака молочной железы. И если мы посмотрим пенитрантность гена, то мы видим, что она очень большая. То есть к 70 годам, в общем, практически все женщины-носительницы БРС-1 заболеют и БРС-2. В целом в популяции мы видим, что только 9,7%. Какие биологические особенности БРК мутированного рака? Это в основном трижды негативный базальный вариант, например, корбейзал. А при БРК мутированном, наоборот, это практически всегда гормонопозитивный рак. Бывает ли гормонопозитивный рак у больных с БРК мутацией? Да, бывает. Никто не запретил женщинам-носительницам БРК мутации, БРК-1 мутации, заболеть не БРК ассоциированным раком молочной железы. Влияет ли это терапия? Влияет ли это знание на терапию? На мой взгляд, влияет. Потому что рано или поздно она имеет шанс заболеть и наследственным раком молочной железы, то есть трижды негативным, тот, который ассоциирован конкретно с потерей БРК, и заболеет раком яичников. Ну и понятное дело, что частота повторных раков у этих пациенток очень высокий. Ну вот частота встречаемости у жителей из США где-то 1 на 400 до 500, у евреек Ашкеназии 1 на 40, в нашей стране где-то получается 1 на 500, но если посчитать БРК-1, БРК-2 и ЧЕК-2, то получается где-то в районе 1 на 166 человек. Ну вот как мы можем обогатить эту группу? Среди кого мы можем чаще найти так называемый БРК ассоциированный рак молочной железы? Вот такая вот ступенечка. Молодые женщины, потом трижды негативные, трижды негативные молодые, синхронные метахронные с семейным анамнезом, а если это трижды негативные, еще и молодые с семейным анамнезом, то практически каждые, в общем, 2 из 3 будут иметь рак молочной железы, ассоциированный с мутацией. То, о чем говорил Евгений Наумович, нужно ли назначать платину при трижды негативном раке молочной железы? Это эксперты, это голосование экспертов по поводу проведения адювантной или в данном случае неадювантной терапии с препаратами платины. И вот мы посмотрим, если мутации нет, просто трижды негативный рак, то только каждый третий голосует за то, чтобы назначить препараты платины. Я среди этой трети признаюсь сам, но большинство пока против. Но если же мы имеем пациентку с БРК-ассоциированным вариантом наследствия рака молочной железы, то тут уже наоборот. 2 трети считают, что в неадювантную терапию должна быть интегрирована платина или цисплатин, или карбоплатин. То есть здесь уже картина другая. Очень важно, появились парпингибиторы. И вот это исследование Олимпиад, исследование, в котором сравнивалась эффективность какой-то терапии по выбору врача против парпингибиторов в поздних линиях БРК-мутированного, ассоциированного рака молочной железы. И мы видим, что парпингибитор в монотерапии удваивает фактическое время до прогрессирования и частоту ответов. И что очень важно, что каждая четвертая женщина не прогрессирует как минимум год. И если мы посмотрим под анализ исследований, кто больше всего выигрывает от назначения парпингибиторов. Вот при БРК-ассоциированном раке молочной железы, мы видим, что это как раз женщины с трижды негативным раком и БРК-1 ассоциированный. То есть опять-таки у нас есть уже та группа, которая получит максимальную пользу от данного дорогого препарата. А если мы возьмем рак яичников, то здесь, на мой взгляд, просто революционная сегодня данная. Если мы возьмем вторую или более линии платина чувствительного рака яичников, те женщины, которые получали поддерживающую терапию при достижении ответа при рак яичников. Посмотрите, какие цифры. Медиана времени до прогрессирования 30 месяцев против 5,5. И 24 месяца не прогрессирует как минимум 43% женщин, тогда как здесь в группе плацебо прогрессирует 15. Но еще круче цифры в первой линии. Мы видим, что это, подчеркиваю, это БРК, ассоциированный рак яичников. После токсан, платина, содержащей терапии первой линии. Медиана времени до прогрессирования пока даже не достигнута у тех женщин, которые получали поддерживающую терапию лопарипов. Тогда как в группе плацебо составило 13,8 месяца. 36 месяцев, 3 года не прогрессирует практически 70% женщин. Иначе как революция, вот для меня, как для просто врача, который каждый день видит этих больных, эти цифры иначе как революционными не назвать. Это те женщины, которые буквально вы видите каждый день, у которых есть БРК, ассоциированный рак яичников, которым сделали операцию, провели 6 стандартных курсов по клитоксел-кормоплотин, и вы выявили эту мутацию. Да, это дорого, но это цена жизни. Да, если хотя бы раз прогрессировал, практически все из них погибают, а здесь, слава богу, они живут и не прогрессируют. Таким образом, сегодня определение БРК для меня, как для клинициста, является неотъемлемой частью диагноза. И с точки зрения назначения платины, и с точки зрения назначения парпингибиторов. И их роль будет возрастать. И еще совсем немного времени, и мы будем на каждом углу, это будет говориться, парп, яичники, парп, молочная железа, трижды негативный, никуда от этого мы не денемся. Препятствие пока только экономическое, другого препятствия нет. Ну и надо ли тестировать на нефаундерные мутации, так называемые, о которых сегодня говорил Евгений Наумович, на мой взгляд надо, и для этого должно быть уже секвенирование следующего поколения, потому что оказывается, что есть очень большая группа больных, у которых нет фаундерной мутации, но есть соматическая БРК-1 мутация, и там те же самые препараты могут помочь. Теперь перейдем к колоректальному раку. Сегодня определение РАС, БРАФ и микросинтеритной нестабильности должно стать абсолютной рутиной. И оно является предиктивным, это то, что касается отсутствия назначения, так сказать, анти-GFR ингибиторов у больных с мутацией РАС и БРАФ. БРАФ под вопросом, там есть определенные нюансы, но при РАС точно. И они имеют еще и неблагоприятное прогностическое значение. Ну а микросателитная нестабильность – это неэффективность андювантной химиотерапии как минимум при второй стадии, но самое главное – эффективность иммунотерапии у больных с четвертой стадией. Ну вот если мы посмотрим частоту выявления мутаций РАС, БРАФ и микросателитной нестабильности, мы видим, что, конечно, КРАС выявляется более всего, более часто, практически 40%. Ну и выживаемость – это больные, у которых нет ни одной мутации, это больные КРАС, а наихудшая группа – это больные с БРАФ мутацией. Ну вот если попробуем разобрать молекулярно-генетически весь пирог колоректального рака, то мы увидим, что с диким типом колоректального рака сегодня на самом деле не более чем одна четверть больных. И эти больные, а, живут дольше, лучше и, б, у них можно применять препараты типа цитуксимаба и панитумумаба. Ну, теперь коснемся скользь БРАФ мутированного колоректального рака, который сегодня имеет наихудший прогноз, если нет одновременно микросателитной нестабильности, которая может встречаться независимо от мутации КРАС или мутации БРАФ. По крайней мере, так по данным литературе, хотя в нашей популяции я пока еще таких больных не видел, микросателитной нестабильных с сочетанием мутаций. Мы, если будем использовать антибРАФ терапию, и сегодня исследования ведутся, и скорее всего будут зарегистрированы эти препараты, то это как минимум лучше, чем просто применение химиотерапии. Поэтому определение мутации БРАФ при колоректальном раке также критически важны. Микросателитная нестабильность. Но роль иммунотерапии у этих больных, в общем-то, на сегодняшний день просто никто не оспаривает. Это буквально последний год ворвалось в нашу практику. Еще где-то год назад мы это обсуждали так практически вскользь. Сегодня абсолютно понятно. Применение иммунотерапии или неволумаба, например, или пембролизумаба, или комбинированной иммунотерапии позволяет пациентам с метастатическим колоректальным раком жить достаточно долго. И, в общем, это очень эффективная терапия в подавляющем большинстве случаев. Тогда как на химиотерапию эти больные отвечают очень плохо. Перейдем к раку легкого. В первую очередь аденокарцинома. Здесь, конечно, колоссальную роль в рутинной клинической практике является определением мутационного статуса опухоли. Мутация GFR, мутация LK, мутация BRAF, мутация ROS. Без этих четырех мутаций сегодня мы не можем двигаться. Огромное количество препаратов, которые сегодня разрабатываются, и поэтому нужно обязательно проводить молекулярное тестирование. Что мы имеем? Это картинки, которые, я думаю, что уже все многократно видели. Эффект таргетной терапии у больных с GFR-мутацией. Это эффект таргетной терапии у больных с мутацией LK. Это эффект таргетной терапии у больных с мутацией ROS-1. То есть абсолютно неоспоримо. Сегодня четыре драйверные мутации, которые мы имеем, которые мы обязаны определять, потому что есть зарегистрированные лекарства на территории нашей страны. Дальше этих препаратов будет больше. Но, конечно, это касается аденокарциномы. И для скрининга можно делать иммуногистохимию ALK и ROS-1. И в очень квалифицированных раболабораториях конкордантность иммуногистохимического метода и молекулярно-генетического фиш-исследования крайне высока. Но, тем не менее, учитывая колоссальную стоимость препаратов, наверное, сегодня не мешает все-таки делать фиш, особенно в ситуациях, когда нет абсолютной уверенности у гистолога, что это иммуногистохимический ALK или ROS-1 мутированный вариант опухоли. Ну а NGFR и BRAF, конечно, надо сразу определять молекулярно-генетически и не тратить время. Жидкостная биопсия – еще одно место молекулярной генетики в нашей жизни. Сегодня самое популярное, конечно, это и GFR-тестирование. И вот у больных, у которых есть подозрение на наличие мутации GFR, а это достаточно нередкая история, женщина в возрасте, опухоль расположена в глубине легкого, достать трудно, есть метастазы небольшие, тоже в легкие, в кости. Что с ней делать? Как ей взять биопсию? Это технически сложно, у ней коморбидность, сопутствующая патология, но при этом она еще сохранна, ее еще можно лечить. Сдал кровь, получил ответ. Она женщина, не курильщица, колоссальная вероятность, и GFR мутирована для накарциномы, и, по сути дела, в крови есть диагноз, больше ничего не надо делать. Получила GFR-мутацию, назначил терапию, через 3 дня она почувствовала себя лучше. Это реально работает в обычной жизни. Это я попробовал вместе с Никитом Савеловым нарисовать алгоритм оптимального тестирования для рака легкого. Почему это важно? Потому что мало материала. С раком легкого самая большая проблема – это мало материала. И вот мы взяли, сделали иммуногистохимию, если опухоль аденокарцинома и ТТФ-1 позитивная, и это не курильщик, в первую очередь, конечно, надо исследовать драйверные мутации. То есть максимум материала отправить на исследование драйверных мутаций, потому что вероятность здесь намного больше, чем всего остального. А если пациент курильщик, то сделать ПДЛ-1 тестирование, потому что шансов на то, что эта опухоль окажется иммуннозависимой, намного больше. Потому что даже если ПДЛ-1 высокий, то больной не курильщик, то шансов ответить на иммунотерапию намного меньше, чем если это больной курильщик. То есть один клинический факт определяет в данном случае, что делать. И особенно это важно, когда мало материала. Если же опухоль ТТФ-1 негативна, а это практически всегда курильщики, за редким исключением, так называемые муцинозные, красмутированные опухоли легкого, то здесь, конечно, в первую очередь, это иммуногистохимия, материал на ПДЛ, и уже по остаточному принципу искать драйверные мутации, потому что у больных с ТТФ-1 негативные опухоли, драйверные мутации встречаются довольно редко. Меланома. Ну, тут, так сказать, это понятное дело, что брав мутацию мы обязаны определять, потому что это говорит об эффективности терапии, и это вот непосредственные первые данные об эффективности препарата, который был еще закодирован в свое время, VEMUROFENIB, а, так сказать, вот такой потрясающий ответ, к сожалению, он держался недолго, но, тем не менее, этот эффект, он был продемонстрирован еще где-то уже 10 лет назад. Но что мы сегодня имеем? Сегодня мы имеем пятилетние результаты наблюдения за больными с метастатической меланомой, которые получали комбинированную антибрафтерапию. И что здесь очень важно? Это анализ двух исследований, COMBIV и COMBID, и оттуда выбрали группу больных, которые получали комбинированную таргетную терапию. И вот что мы имеем. Ведя на времени до прогрессирования у больных с нормальным уровнем ЛДГ или меньше, 25%. То есть каждый пятый больной не прогрессирует в течение пяти лет, если он получает таргетную терапию по поводу метастатической брафкрутированной меланомы. Если же уровень ЛДГ был высокий, то таких пациентов всего 8%. Если мы говорим об общей выживаемости, то здесь еще более расходятся, но тем не менее мы видим, что пациенты имеют шанс на жизнь, которые получают таргетную терапию по поводу метастатической меланомы. Какие новые сегодня точки поиска молекулярных генетических исследований вот они, скажем так, проглядываются? Ну, конечно, это вот TRK Fusion. И сегодня есть препараты, и мы надеемся, вскоре в России тоже они будут зарегистрированы, так называемый НДРК Fusion, который бывает редко при опухолях различной абсолютно локализации. Это эффективность препарата Ларатрактениб у больных независимо от опухоли при наличии НДРК Fusion. То есть это, ну, потрясающий, так сказать, ответ у тех у пациентов, у которых фактически раньше мы их а не знали, б, скорее всего, они просто погибали, не дождавшись никакой эффективной терапии. Еще одно место для работы – это FGFR-мутация у больных с раком мочевого пузыря, и есть уже ингибитор эндорфитиниб, который сегодня зарегистрирован в FDA, и я надеюсь, скоро придет в нашу страну, и надо будет искать эти мутации у пациентов с раком мочевого пузыря, потому что есть шанс добиться хорошего результата. Посмотрите, какая частота полных и частичных ответов, если выявляется эта мутация. Сегодня во многом это пациенты, которые, ну, частично брошены, да, появилась иммунотерапия, но иммунотерапия помогает, к сожалению, далеко не всем, а здесь есть возможность реально этим пациентам помочь. Это, мы видим, какая вероятность ответа, если мы нашли эту мутацию и назначили FGFR-ингибитор. Ну, и еще один биомаркер, который тоже крайне важен, в первую очередь в контексте иммунотерапии. Это мутационная нагрузка. С ней все непросто. Но, тем не менее, по всей видимости, есть место для этого метода, потому что, так или иначе, с мутационной нагрузкой коррелируют шансы на противоопухолевый ответ при назначении иммунотерапии. Он в каком-то контексте идет вместе с PDL-чувствительностью, но есть больные PDL-негативные с высокой мутационной нагрузкой, которые могут получить пользу от назначения иммунотерапии. Ну, и методы, которые, как сделать так, чтобы поискать, вот здесь я их привел, я в этом деле невеликий специалист, я, ну, читает в тысячу раз лучше меня, тем не менее, мутационная нагрузка – это еще одно место, где нам надо искать, так сказать, место приложения. И вот результаты иммунотерапии по сравнению с химиотерапией у пациентов с высокой мутационной нагрузкой. Там разные могут быть точки отсечки, например, для препарата Дюрвалумаб, там чуть-чуть сдвинули рамку в пользу еще большего числа мутаций, но так или иначе, рано или поздно мы получим некий уровень, когда мы будем определять мутационную нагрузку и дальше понимать, что несмотря, допустим, на низкий уровень PDL или отсутствующую PDL-экспрессию, эти больные будут иметь пользу от проведения иммунотерапии. Таким образом, сегодня молекулярно-генетическое исследование это абсолютно важнейший компонент вообще диагноза. При опухолях различные локализации. Я понимаю, что спектр исследований растет год от года и потребность в этих исследованиях она неминуемо будет расти. Некоторые маркеры носят прогностические, некоторые предиктивные, а некоторые и так, и так. И прогностические, и предиктивные. И вообще, на мой взгляд, вот молекулярный онкогенетик сегодня является неотъемлемой частью нашей команды или позвонить, спросить, или просто принимает участие в обсуждении больных. Ну, я знаю, что в институте Петрова это уже адаптировано. Евгений Нович принимает участие в нашей больнице, Ирина Анатольевна, тоже очень часто принимает участие. И что я хочу еще добавить, это ответить на тот вопрос, который вы задали, по поводу, где можно сделать тестирование. Допустим, разбрав МСА. В Москве на сегодняшний день практически все тесты, за исключением БРК, включены в программу ОМС. То есть, если для москвичей это абсолютно бесплатно, если пациент из другого региона и есть направление по форме 057У, он может привести, для тестирования, он может привести биоматериал, и это исследование будет сделано для него бесплатно. Дальше московский фонд ОМС заплатит лаборатории 62-й больницы или какой-то другой московской лаборатории, а потом фонд ОМС Москвы возьмет эти деньги с регионального фонда ОМС, откуда был прислан больной. Так что не стесняйтесь, пользуйтесь этой опцией. Спасибо. Спасибо. Какие есть вопросы? Скажите, пожалуйста, есть вопросы? Пожалуйста, пожалуйста. Не стесняйтесь. Скажите, пожалуйста, а если вот с позитивом все понятно более или менее, а что вам не хватает, вот если брать реалии сегодняшнего дня, реалии сегодняшнего дня, не то, что будет потом, что бы вы хотели иметь от сервиса молекулярной диагностики, то, что не так хорошо реализовано? Пожалуй, две вещи. Это БРК-тестирование полногеномное, потому что сегодня это highly needed. Да, да. Потому что, понятно, с фаундерными мутациями их мы находим, абсолютно. Абсолютно. Вот нам все-таки нужно искать вот те редкие мутации, в том числе соматические. И мы сейчас думаем, как это включить, в том числе и в программу ОМС, чтобы это начало делаться. Да. Это первое, чего не хватает. И второе, это проблема малого материала, сохранности материала. И когда мало материала, как его рационально использовать. И вот здесь тоже НГС и варианты НГС, они, на наш взгляд, представляются оптимальными, потому что с малым объемом ткани только НГС нам может дать ответ, наверное, что все-таки у больного, какой вариант мутации есть. Слушайте, а вот я тут как раз реалии-то не очень понимаю. Ну вот у вас усредненный, есть какой-то там усредненный пациент, да? Я понимаю, что мало материала, это львиная доля, когда не было операции, когда биопсия. А насколько вообще изменится ситуация, если стараться пациенту во имя вот этой полноценной диагностики делать не одну биопсию, а три, условно говоря, больше материала забирать? Ну, понимаете, моя мысль? Именно как вам специалисту, в каких случаях это очень легко, а в каких случаях это абсолютно недопустимо? Думаю, с меланомой проблемы нет. Да, нет, это касается рака легкого. Это касается только рака легкого. Там, где проблема материала, конечно. Для остальных опухолей проблема материала, она, ну, не настолько остра. Рака легкого проблема качества материала и его количество, она очень остра. Да, хорошо, заострю вопрос. Вот как раз у нас была интересная... Ой, вы пропустили, у нас спорили, не то, что спорили, у нас, ну, провоцированная была дискуссия в отношении то, что меняются, требования, меняется подход к морфологическому диагнозу и к диагнозу молекулярному. Так, может быть, вообще тогда от морфологов требуют, чтобы они на себя материал не тратили, условно говоря, сразу пусть все идет на молекулярную диагностику, ну, после какого-то этапа уверенности. Ну, все равно они должны ответить, там есть рак или нет. Нет, тут несомненно. Это понятно. А данный карцинома или плоский? А вот важно ли это, если вам не хватает материала, если вам не хватает материала, так может, сразу все пусть идет на вот эти важные тесты? Понимаете, в чем дело? Я не очень пока могу понять, заменит ли НГС понимание иммуночувствительности опухоли. Поэтому все-таки ПДЛ-1 тестирование не отменить и иммуногистохимию так или иначе надо сделать. Второе, все-таки дороже существенно пока, так сказать, вот эти по отдельности их делать, чем сделать там скриннингово АЛК и РОС-1. То есть, если у нас будет возможности сделать НГСом, по крайней мере, у какой-то группы больных при раке легкого на малом материале драйверные мутации, то здесь действительно будет минимальное число тестов рак-не-рак. Предполагаем, что это не курильщик и, возможно, какая-то драйверная мутация сразу в НГС. Полностью согласен. Но, наверное, не все больные. Не, ну, мы же не пытаемся сделать революцию. Я просто пытаюсь задуматься, в общем, если мы говорим краткосрочные какие-то прогнозы, что можно ожидать? Трудно взять при раке легкого достаточно. Больные закольцовываются, ходят, страдают. От себя хочу прокомментировать, что у нас традиционно, в общем-то, по молекулярной диагностике сообщения делают те, кто непосредственно эту молекулярную диагностику делают. И, в общем-то, это все лица одни и те же, согласитесь, надоело немножко. И это была моя идея попросить, чтобы клиницисты, которые пользуются молекулярной диагностикой, попытались сделать сообщение на эту тему. И я думаю, что это очень хорошая идея оказалась по результату. Спасибо. Спасибо, Евгений. Спасибо.